Всем привет, друзья! Вы на канале Digital Shaman. Меня зовут Иван. Сегодня ко мне пришел Canon R6, но не для того, чтобы заменить в нем затвор, хотя надо было бы это сделать, а просто для того, чтобы почистить сенсор камеры и внешнее состояние фотоаппарата. Для решения этой проблемы мне, как всегда, понадобится набор Pro Kit 1 от Digital Shaman. Ссылка на него будет в описании. Это для чистки сенсора камеры. Ну и для того, чтобы почистить корпус аппарата, мне понадобится Small Kit 1. Очень удобный набор для того, чтобы почистить аппарат. Аппарат уже исчерпал 90% ресурса своего затвора, 460 тысяч кадров. И у него немножко грязный корпус. Это мы почистим. И грязная матрица с тем с корпуса. С местами на камере есть довольно серьезные загрязнения. И они, в общем-то, вот так видны. Видите здесь? Вот здесь. Вот здесь на резиночках. Проседляющая поверхность довольно мутная. Пинты. Ну и в целом резинки тоже загрязнены. Давайте почистим сначала корпус камер. Сначала работы обязательно извлекаем аккумулятор. И если есть флеш, то флеш. В составе набора будет вас ожидать жидкость, салфетки, щетка и урок на карточке. По QR-коду которого вы пройдете и получите инструкции по работе с этим набором. В целой работы возьмем щетку и на нее нанесем один раз спрей. Аккуратненько вычищаем все отсюда. А пост этой тряпочкой вытираем начисто. Щетка позволяет вычистить из более очень недоступных мест загрязнения. И очистить это все надо. Вот и все. Вот теперь у нас здесь красота. Переходим к другим местам. Удобнее всего снять. Здесь нажав на рычажок, вот этот рычажок, вы спокойно можете снять крышечку. И также ее поставить, нажав на этот же рычажок. Этот рычажок снимается для того, чтобы поставить батарейный блок. Все очень просто. Давайте почистим эту часть. Стрюшка почищена. Вот тут немножко осталось. Оставим ее посушиться минут на 10. Здесь мы видим довольно большое загрязнение внутри корпуса. И его необходимо тоже вычистить. С чего начнем? Также берем щеточку, один спрыск. Так. Вычищаем. Не в камеру, а из камеры. Здесь очень много грязи. В процессе выполнения данной работы у меня сильно загрязнилась щеточка. Сейчас я ее прям могу вот так же почистить. Просто от ткани. И удалить остатки грязи. Однако для того, чтобы полностью ее очистить, можно использовать моющее средство. Оно максимально хорошо очищает поверхность щетки. Перейдем к резинкам. Использовать буду ткань. Спрыскиваю два раза. И натираю ткань на резинке. Точнее резинки ткани. Таким образом, чтобы максимально вычистить из пор. Если я вижу, что где-то чего-то не доходит, не очищается, то также использую щетку. Один раз спрыскиваю на поверхность. И так же чищу. Вот. И после убираю тканью. Приобрела желтоватый оттенок из-за того, что я вымыл часть грязи. Теперь взгляните в экран видоискателя. Он довольно сильно загрязнен. И средство Смолкит-1 очень хорошо подходит для того, чтобы очистить это место. Берем салфетку. Один раз спрыскиваем. И аккуратненько протираем, не натирая. Один раз прошли. И видим уже, что намного чище стало. Теперь надо аккуратненько из углов убрать. И будет все идеально. Как видим, я не могу добраться до углов. Я также сделаю сейчас вот так. Один раз пшикну. Положу в серединку. Возьму аккуратненько щеточкой. И слегка нажимая, выберу всю грязь с периметра. Ну как вам? Красиво? Это где находится ремень, тоже, как видите, в большом загрязнении. Здесь я сделаю таким образом. Положу ткань. Спрысну. И аккуратненько щеточкой я это все извлеку. И будет чистота. Также намного лучше. С этой стороны я поступлю точно так же. Красота! Под резинкой скопилось тоже очень много грязи. Давайте положим вот таким образом. Здесь у нас еще и вот здесь помыть надо. И также щеткой прям поверх. Натираем. Чистота. Как видим, жидкость очень быстро испаряется. И, в общем-то, все уже готово. Главный переключатель тоже загрязнен. Я здесь сверху точно так же положу. Спрысну. И щеточкой доведу все до красоты. Вот и все. Здесь аккуратненько убираем. И так же можно тканью протереть. Все. Здесь резинки. И мы видим, что внутри резинок скопилось загрязнение. Особенно вот здесь. Видите, как много. Здесь выгребаем из камеры. Чтобы в камеру не попадало. Сейчас положу ткань сверху и протру так же. Вот они труднодоступные места. Здесь чисто. Вот здесь осталось. Так намного лучше. 5 минут так постоит. И теперь можно закрыть и почистить еще и резинки. Ну и теперь финальный штрих необходимо прочистить. Вот и почистили монитор. Установим крышечку. Все. Почистил. И рекомендую наносить жидкость непосредственно на камеру. Не только на салфетку. Вот так. Это максимум. Или только на швабру. И взаимодействие только такое. Либо такое. Если вы будете замачивать сильно камеру, это не понравится камере. У камеры есть влагозащита. Но если вы ее сильно намочите, ей хотя бы 30 минут необходимо просохнуть. Ну и теперь давайте очистить сенсор камеры. Здесь на фотоаппарате выбираем очистка сенсора. Очистить вручную. Окей. Все. Теперь сенсор открыт. И необходимо его очистить. Перед вами сенсор камеры. И вы как видите, есть точки. Так будет получше видно. Первым делом надеваем перчатки. Если этого не сделать, жир с пальцев мигрирует на матрицу. Видите, спринцовку из набора. Возьмите аппарат и поставьте его вот так. Достаточно немножко продуть. И частицы, которые хотя бы хоть как-то сдуваются, обязательно сдуются. Как можно видеть, что могло сдуться, то сдулось. Что не сдулось, то не сдулось. Видите, что-то лежало, я его сдул. Вот. И теперь необходимо произвести влажную очистку сенсора камеры. В спринцовке внутри набора вас ожидает набор чистящих салфеток, лопатка, кроп, фулл фрейм, фулл фрейм, кроп, жидкость 50 мл, здесь уже немножко использовал. И этого набора хватит на 40 швабер. По сути, каждая салфетка это одна швабра. То есть, на один набор это 40 швабер. Представьте себе. А потом еще салфетки можно использовать для чистки камеры. И это очень круто. Возьмем сейчас одну салфетку. Аккуратно беру за край. Вкладываю лопатку посередине и салфетку складываю пополам. Обматываю. И слегка натягиваю. Получается швабра. Вот что у меня получается. Видите? Теперь беру жидкость. Вот. И один спрыск посередине. Один. Один. Вот она наша матрица. Постараюсь записать для вас. Проходим от начала. То есть, я устанавливаю в самое начало. И прохожу слева направо. Шваброй. Видите? Я с первого прохода, по сути, убрал все загрязнения. Какие были. При этом не оставив ни единого развода. Использую точечный светильник, чтобы вам видно было разводы. Если они таковые появятся. При нем будет видно. По сути, другой стороной я могу вот так пройти. Все начисто вычищает. Видите, как чисто. ProKit 1 это единственное средство на рынке, которое реально чистит сенсор камеры. Теперь выключаем камеру. И закрывается затвор. Все. Камера подготовлена. И ей можно пользоваться. Вот купив два набора, у вас получается 80 салфеток. В данном случае я использовал салфетки Small Kit 1 для чистки сенсора камеры. Потому что это одинаковые салфетки по качеству. Но он не поможет вам исправить царапины, если таковые имеются. Только удалит загрязнение. Сбором Small Kit 1 можно также почистить оптику в районе, например, переключателей. Все точно так же. Наносите немножечко средства и щеткой вычищаете из переключателя. Small Kit 1 поможет очистить вам резинки. Все так же наносим на щетку и аккуратненько вычищаем. И вот вы видите, где уже очищено, а вот где не очищено. Реально помогает. Наборы может купить каждый по ссылке в описании. Обязательно следуйте инструкции, чтобы все получалось с первого раза. Ну и когда уже руку набиваете в этом процессе, процесс начинает расслаблять и радовать. Ну и как всегда был я, Иван, канал Digital Shaman. Всем пока!